Друзья, всем привет! Мы продолжаем наши беседы с Павлом Силиным. Здравствуй, Павел! Вечер добрый! Да, и напомню, что мы в последние три беседы вложились в рассмотрение книги Дарона Джамаглу и Джеймса Рубинсона «Узкий коридор», которые рассматривали, почему те или иные государства, те или иные сообщества развиваются в тех или иных государственных формах, чем они отличаются. И мы прошли понятие деспотического Левиафана, потом в последней беседе мы прошли понятие... Отсутствующего Левиафана и вот этот «Узкий коридор возможностей обузданный Левиафан». Обязательно смотрите предыдущие передачи, иначе будет менее понятно, я бы сказал. Да, и вот сегодня мы коснемся Левиафана, который нам на постсоветском пространстве и, прежде всего, жителям Украины, очень близок, это бумажный Левиафан. Они называют его бумажный Левиафан, я бы назвал еще, может быть, потемкинский Левиафан, можно поспорить, но буквально перевод бумажный. Да, даже потемкинский Левиафан, я думаю, будет даже прикольнее, ближе к нам. И, ну, давай, поехали. Ну да, собственно, что такое вот такое... То есть, напоминаю, что в рамках этой концепции они рассматривают... У них две основные линии координат. Первая — это, собственно, государственные возможности предоставлять государственные услуги, оказывать насильные силы государственных институтов, с одной стороны. И, с другой стороны, это сила общественных институтов, которые могут быть как институты гражданского общества в либеральном понимании, так и, допустим, кастовая индийская система в традиционном понимании. Суть в том, что это не государственные нормы и практики, которые, тем не менее, являются очень достаточно надежным регулятором насилия в обществе и норм поведения в обществе. И, да, собственно, мы рассмотрели до этого три таких полюса — Китай, Индия и Европа, которые являются такими полюсами, соответственно, деспотического левиафана, отсутствующего левиафана и обузданного левиафана. Но современный мир подарил нам, так сказать, еще одну форму — это бумажный левиафан. Такое государство выглядит, собственно, как государство, имеющее все формальные атрибуты государственные, и при этом оно в какой-то степени способно в той или иной мере оказывать инструменты подавления, инструменты насилия, инструменты контроля, особенно в столицах и, в целом, в крупных городах. Но при этом эта власть пустая, непоследовательная, неорганизованная, во многих областях жизни или географических областях по факту отсутствующая. И, да, просто по факту отсутствующая. И здесь они выделяют несколько причин, точнее, не несколько причин, а несколько таких особенностей подобного состояния. Первая особенность, как непарадоксально, как оно такое существует? Как непарадоксальным образом в таком государстве у тебя находится достаточно сильное общество, чтобы не позволить государству скатиться в сторону полностью деспотического левиафана. То есть у тебя сила государственных институтов масштабов подавления все-таки не настолько развита, чтобы консолидировать, условно говоря, всю власть в одних руках. Это может быть альтернативные элитные группировки, которые тем не менее остаются, так сказать, отдельными полюсами самостоятельности. Это может быть какие-то гражданские институты. При этом интересный момент, что вот это подвешенное состояние цементируется, потому что даже если такой бумажный левиафан попытается усилить вот эту свою способность предоставлять государственные услуги и каким-то даже образом свои вот эти возможности по осуществлению государственной деятельности, общество, справедливо опасаясь то, что это усиление приведет лишь к усилению террора, будет ему сопротивляться. Тем самым получается, что такое государство оказывается вот в этом замкнутом цикле. Оно не может усилить государственные возможности, потому что общество опасается, что это приведет к росту государственного насилия. Но при этом государству уже достаточно сильно, чтобы оказывать давление и не давать возможности для развития креативного потенциала. Условно говоря, государству достаточно сильно, чтобы подавить всех несогласных на митинги, организовать политический процесс, устроить акцию преследования. Но при этом государству не способно организовать эффективную бюрократическую систему, чтобы ты не сидел по три часа в очереди на почте. Очень знакомо. Это не то, что они в Украине не писали. Нет, это они писали про Аргентину и Бразилию, если честно. Как первый пример. Ну и про африканские страны. Но при этом это же надо понимать, что в рамках такой системы у тебя складывается особая система экономических отношений. То есть государство при этом сверху, мало того, что общество не заинтересовано в усилении государственных возможностей, так и само по себе государство сверху не заинтересовано в росте своей силы, если уж быть по-честному. Потому что вот такая система бумажного левиафана позволяет им создавать систему двойного права и особо экономических интересов. Двойное право — это знакомая всем фразам. Не все могут знать, правда, кто ее автор. Я тоже не знал. Это бразильский президент Гетулия Варгас сказал то, что друзьям все, а врагам закон. Вот эта система, она прекрасно работает в бумажном левиафане. То есть, с одной стороны, у тебя существуют вроде бы формальные правовые институты, которые неэффективные, неконкурентные, в которых черт-черт ногу сломит. Но при этом существует огромнейшая серая теневая зона, в которой процветают коррупционные практики. И в которой очень легко выстраивать клиенталистские отношения, когда различная экономическая активность является прямым следствием политической лояльности. Тут они приводят, в пример, фабрику по производству манго в Либерии. Просто рассказывают, как было принято решение. И вот просто описывают, что принято было решение построить в определенном штате фабрику манго. При том, что даже на стадии проектирования проект был абсолютно убыточен, обречен на убыточность. Потому что эти манго ему туда придется завозить. И, в общем, оно никак, с точки зрения любой рациональной экономики, это абсолютно бесполезное мероприятие. Но поскольку там, условно говоря, часть политической клановой элиты из этой местности продавила и пролоббировала этот интерес, эта фабрика устроилась. Вот так функционирует вот эта и комика. То есть хроническая, неэффективная, болезненная экономическая структура. И что получается в таких государствах? Тут они, на самом деле, пишут с большим сочувствием. Они говорят, что на самом деле в итоге для граждан таких стран они получают худшее от обеих систем, как отсутствующего липиафана, так и деспотического липиафана. То есть, с одной стороны, они получают полное неэффективное государство, неспособное качественно выполнять свои базовые функции безопасности и функции своих прав. Это, опять-таки, тут разные могут быть степени. Иногда это доходит до того, что государство может поддерживать закон на улице в столице, а отъедешь, допустим, за 100 километров от столицы, и у тебя уже будет не на месте власть региональных бандитских группировок и бандитских законов. Вполне типичная история Латинской Америки или африканской истории. Но при этом же, то есть, реально государство пользы от него никакой. Но при этом государство достаточно сильно, чтобы мешать, собственно, возможности изменить это государство. То есть, вот эта существующая властная группировка реально обладает достаточным количеством полицейской силы, силы спецслужб, административной силы, чтобы давить всех несогласных и цементировать свой недемократический строй, в котором работают только узкие группы корпоративных интересов, и сама возможность для проведения политики, направленной хоть на какое-то общее влага, она невозможна в принципе. Вот такой вот зверь под названием бумажный ревиафан. И дальше возникает разумный вопрос, а как вообще такой монстр, такая мутация, если мы рассмотрим, используем это слово, появляется? И для этого есть четыре причины. Ключевая проблема, конечно, это, вот это действительно можно сказать, это уродливое наследие как колониальной системы, так и процессов деколонизации. В каких аспектах? Ну, во-первых, надо понимать, что во времена колониализма, собственно, колониальные власти никогда, ну, по объективным причинам, их никогда не особо волновалось, чтобы население этих территорий вырабатывало в себе общественные практики, по тому, как можно создавать, сдерживать, обуздывать этого своего государственного ревиафана. Это просто никогда не было с точки зрения колонизаторов, им необходимо. Они не мыслили настолько далеко вперед и вообще не мыслили в таких категориях. Более того, большинство колониальных империй, особенно в Африке, строилось на практиках так называемого, прежде всего, ради экономии средств, практики непрямого управления. Что это значит? У тебя есть очень небольшое число администраторов. То есть, например, пример Нигерия, 1920 год, там всего 265 британских госслужащих. Все остальное ты компенсируешь за счет местной элиты. То есть ты условно договариваешься с местными элитами, которые начинают выполнять административную функцию и, по сути, выполнять требования и приказы. С одной стороны, это бы неплохо и можно было бы ожидать, что именно подобная практика приведет к прививанию традиций вот такой бюрократической законности, бюрократической легитимности. Но на практике, к сожалению, этого не происходило, потому что такая бюрократия, поскольку она прежде всего была результатом клановых договоренностей, она не была меритократической по своей сути, в смысле Вебера. Там никогда не было традиции, практики эффективности. Это никогда не было надо. И более того, никогда не создавалась та судебная традиция, традиция независимого суда, о котором мы говорили в предыдущих стримах. То есть, вот понимаешь, уже начинается складываться пазл. Но это полбеды. Вот эти два фактора — это особенности в среднем более-менее колониализма. Не о всех обществах было. Но вот процесс деколонизации, он добавил к этому еще два ингредиента. Первым ингредиентом это был объективно случайный характер этих новых постколониальных государств. То есть, условно говоря, почему во многих африканских, латиноамериканских, да вот здесь по-хорошему и по-советским государствам, с тем или иным этническим группировкам или просто кланам, было так внутренне легко захватывать власть, удерживать власть и пытаться доминировать над всем оставшимся населением и чисто извлекать политическую выгоду. Потому что они смотрели на государство исключительно на политическое средство увеличения и удержания власти в сообществе, которое никогда до вот этого исторического момента не было нацией, не обладало общей историей, не обладало общим языком, не обладало общей культурой, идентичностью, и в котором никогда не было общего социального контракта. И вот здесь это они пишут конкретно про премьеры Ганы и народности Нукрума, которые там стали местными диктаторами сразу после деколонизации. Но вот эта проблема, условно говоря, о случайности проведенных границ, которые внезапно стали независимыми государствами в результате процесса деколонизации, она на самом деле стала очень актуальной, потому что вот эти новообразованные государства действительно оказались в положении, в котором у тебя нет вот этих общеобъединяющих смыслов, общеобъединяющихся ценностей, даже общеобъединяющей этики. И в таких условиях понятно, что вот сдержек для насилия и сдержек для коррупционного злоупотребления будет гораздо меньше. Ну и последний немаловажный фактор – это, разумеется, система ООН. Система ООН, она вот этим бумажным государством и вот этим бумажным тиграм дала им гарантию суверенитета. То есть, по сути говоря, до тех пор, пока они не нарушают определенных межгосударственных норм внутри своих границ, международная система оказалась безумно толерантна к масштабам насилия. Если мы посмотрим на количество войн после создания системы ООН, так они практически все же у нас не межстрановые, за редкими исключениями, а внутренние, гражданские. То есть, получается то, что вот этот неэффективный бумажный левиафан может не опасаться давления извне, не опасаться того, что, вот знаю, вот как Кант писал, то, что если ты неэффективное сообщество, то внешний завоеватель тебя смутет. Вот эти новые неэффективные бумажные левиафаны оказались в ситуации ложной безопасности. В принципе, им вообще не нужно бояться никаких международных вторжений, никакой внешней опасности. А ключевая задача — иметь достаточно полицейской силы, чтобы удерживать власть внутри страны. И, как показывает практика, тебе не так много нужно этой полицейской силы, именно чтобы удерживать власть хотя бы в рамках своих столиц, и, по крайней мере, блокировать возможности твоего свержения. И вот здесь надо понимать, что здесь как бы разница вот система такого отсутствующего, вот такого потемкинского государства отличает его от индийского отсутствующего государства. Если в Индии мы имеем тысячелетнюю традицию КАС, то здесь мы имеем полное отсутствие вообще любых традиций. Тут мы имеем в виду именно хаос и государство, которое тоже не работает в деспотии, потому что они просто абьюз. То есть они, по сути, используют вот эти государственные институты не просто как неправильно, а в противоречии их даже первоначальному замыслу как институту государства. То есть с самого начала государственный институт используется не для того, чтобы служить каким-то инструментом консолидации и цементирования насилия в обществе, вот эта принципиальная ГОПСовская проблема, а для того, чтобы конкретно, условно говоря, крышевать политико-экономические интересы той или иной элиты. И, по сути, в таком образе они оказываются в цикле, которые можно написать одной фразой «Попробуй снова, испытай неудачу, и испытай неудачу еще раз». То есть такой вечный бег по кораблям. Ну вот, собственно, вот это вкратце описание вот такого бумажного государства, бумажного левиафана, который, на мой взгляд, является в каком-то смысле феноменом новой реальности, очень знакомым для наших постсоветских реалий в том числе. То есть вот эта невозможность государственной машины оказывать эффективное влияние с одной стороны, но и при этом достаточная ее сила, чтобы подавлять любое позитивное развитие. К сожалению, вот первый вывод, который из этого мы уже можем сделать, на основе этой книги, государства могут в таком состоянии пребывать долго. То есть это реально, это может длиться десятилетиями, и вполне возможно, что это может длиться... Ну, пока что вот мы видим, с распада колониальной системы прошло уже порядка 70-80 лет, государство не останавливается. Поэтому возникает разумный вопрос, можно ли из этого выходить. Есть какие способы выхода из вот этой системы. И вот здесь я предлагаю немножко поменять логику... Это еще не поменять, а вот посмотреть, какие способы бывают. Есть на данный момент, условно говоря, три принципиальных направления, куда это может двигаться. Первое направление — это, условно говоря, ты усиливаешь свои традиционные консервативные нормы. В эту категорию они описывают, относят, допустим, множество современных арабских государств. То есть когда у тебя не получается строить эффективное государство, но тогда ты просто начинаешь, условно, возвращаться к корням, к скрепам, к духовности, к консервативной традиции. Допустим, я бы сказал, даже исламское государство в каком-то смысле, вот этот весь феномен ИГИЛ, можно отнести как попытку решить проблему таких бумажных тигров, бумажных левиафанов за счет создания чего-то новых государственных или псевдогосударственных форм на основе дико-консервативных... на основе дико-традиционных, дико-консервативных идей. Другая альтернатива — это сдвинуться в деспотию, то есть забить полностью на развитие общественных институтов, общественных процессов, но при этом нарастить возможности государства. К этой категории они отнесли Россию, но здесь я вот поспорил бы, мне кажется, Россия в состоянии paper-lевиафана осталась. Просто, возможно, она продвинулась... Это же тоже как бы спектр, это не одна точка. Она продвинулась больше в сторону государственного деспотизма, нарастила определенные государственные возможности, додавила общество до определенной меры, но во многом смысле она по-прежнему остается неэффективным. И последние процессы, которые мы видим в Хабаровске, да и в целом способности реагировать даже на тот же коронакризис показывает, что собственно государственных возможностей государственных институтов сдвиг в деспотизм добавляет мало, но определенно добавляет. По крайней мере, теоретически можно представить, что ты полностью жертвуешь свободой, поклоняешься тиран, и он тебе какое-нибудь эффективное государство, такой добрый диктатор, знаешь, придет и наведет эффективное государство. По крайней мере, в формате мечты такая иллюзия, утопия присутствует во многих, так сказать, головах. И, наконец, третий путь, я бы сказал, это путь в сторону вот этого действительно обузданного государства, обузданного Левиафана, но в каком-то степени для всех этих новых государств, надо понимать, это будет путем внеизвестности. Это будет попытка строить что-то новое на основе каких-то, может быть, на основе определенных общих, наверное, наблюдений, заметок и принципов, но при этом это требует совпадения вот этих правильных случайных случаев, правильных людей у власти, правильного контекста внешнего шока и так далее. То есть, как мы уже неоднократно говорили, движение в сторону обузданного государства, которым можно, так сказать, обеспечить прогресс и развитие, это случайная мутация. Но на этом пути нам надо понимать, что нам может точно помешать в этот коридор войти, то есть что можно сразу с порога отмечать как точки опасности. И чтобы эти точки опасности вывести, я предлагаю посмотреть на то, что во время истории выкидывало государство из коридора развития. То есть у нас есть неоднократные примеры, когда те государства, которые успешно вошли в коридор развития, в какой-то момент из него выпали. И вот всех их объединяет два ключевых элемента. И, собственно, поскольку, как я уже до этого говорил, как показывает эта книга, выводить общие закономерности довольно сложно, то здесь мы посмотрим хотя бы на те немногие общие закономерности, которые есть. И вот одна из первых таких закономерностей, которые убивают любую возможность на корню войти в коридор развития, это когда общество и государство, ну, даже треугольник общества, государства, элит начинают воспринимать сосуществование как игру с нулевой суммой. То есть в тот момент, когда даже на самом базовом уровне и общество, и государство, и реформаторы сами по себе воспринимают, начинают какие-то части сегмента вот этого социума, как те, с которыми невозможно договариваться, а можно только уничтожить. То есть вот это, что называется zero-sum politics. То есть моя прибыль может быть только в случае твоей потери. Вот в этот момент, по сути, ты блокируешь себя в коридоре развития. Здесь очень интересный пример. Они приводят, по сути, три. Веймарская республика, итальянские города-государства во времена Никола Маккиавелли и Чили времен Сальвадора Альента. Начнем хронологически. Итальянские городные государства. То есть на самом деле, вот мы в прошлом говорили то, что именно в итальянских городах-государствах в средневековье сложился очень интересный баланс отношений между элитами, городскими населениями, и очень сложная политическая игра, очень сложное политическое устройство. Но со временем начался происходить процесс, когда вот этот популу воспринимал элиты, начал воспринимать элиты исключительно как угнетателей, а элиты же, в свою очередь, тоже начали относиться к недоверию как самим к себе, так и к популу, и действительно стремиться вот эти все практики, совещательные практики, практики баланса интересов консолидировать и поджать под себя. И символом этого ты, поскольку в Италии был, там, помнишь, в этих городах есть такие огромные башни? То есть посреди города стоят вот эти высокие башни. Это же, по сути, такие мини-крепости в рамках города. Это символ недоверия, то, что каждая аристократическая семья, опасаясь вот этого постоянного состояния гражданской войны, устроила себе в центре города что-то типа замка, и оттуда как-то пыталась обороняться и защищаться. И на этом фоне, собственно, вот этот эксперимент, вот на фоне вот этой игры с нулевой суммой, эксперимент итальянских государств в узком коридоре развития завершился, потому что они попали в эту ловушку, и в конечном итоге они пригласили тирана. То есть началась практика приглашения вот этого внешнего тирана и вот идея абсолютной власти, которая сможет защитить народ от власти прогнивших элит, ну и при этом защитить элит от народа. То есть вот это пришла идея тирана, и это в какой-то момент подорвало вот этот передовой потенциал итальянских городов-государств, и они из статуса центра Европы, центра прогресса и развития, по сути говоря, этот статус в итоге перешел от них на север, в Голландию, Великобританию. Ну да, они вовлекли в свои внутренние конфликты Францию, Испанцию, Габсбург. Да, 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 началась постоянная практика привлечения внешних тиранов, чтобы решить конфликт. Но нужно понимать, что началось это с того момента, когда вот в усложнившемся сообществе элиты и, условно говоря, попула перестали договариваться, начали смотреть друг на друга исключительно как на врагов и пытаться друг друга замочить. Наверное, это вот семья Борджио была таким олицетворением этого процесса, потому что Чезаро Борджио попытался объединить Италию, опираясь на ресурсы папы, который занял папский престол. Но в результате у них это не получилось, потому что пришлось столкнуться с превосходящими силами противника не только в лице коалиции итальянских городов, но и Франции, которая зашла с севера. В каком-то смысле можно сказать, что вот в этом уникальный момент, то, что частные группировки, то есть у частных группировок, у частных элитных группировок и условно-народных группировок оказалось слишком много сил для того, чтобы отстаивать частные интересы. То есть каждый из них оказался достаточно силен, чтобы отстаивать свои частные интересы, и в процессе отстаивания этих частных интересов было разорвано вот это общее состояние доверия. Далее хронологически мы двигаемся в Веймеровскую Германию, то есть то же самое, ревущие 20-е, немецкое общество резко усложняется после Второй мировой войны, мы видим абсолютный бум искусства, бум архитектуры, градостроения, главное... Только после Первой мировой войны. Да, разумеется, Первой мировой войны, ревущая, да, Веймеровская республика. И для тех, кто не знает, именно 20-е... Ну, с другой стороны, думаю, знают, это вот роман и ремарка. Тогда немцы, наверное, впервые в своей истории начали максимально объединяться в различные политические организации. Ходила шутка то, что что сделают три немца, когда соберутся вместе, создадут организацию. То есть практики политического участия, практики политического объединения скакнули, дико расширились. И на этом фоне общество начало резко усложняться. То есть в нем создавались различные идеи, различные течения, различные раскалывающие интересы. Конфликт левых и конфликт правых на фоне относительной слабости центристов продолжало это общество раскалывать. И в этот момент еще... Вот это я еще в своем стриме про Германию рассказывал. Старая финансовая элита была прусская по духу, не то что пропитанная юнкерским духом, но в значительной степени построенная на вот этой прусской военной дисциплине начала тоже искать в этом хаосе определенного порядка. То есть вот эта финансовая промышленность... И гарантии собственного... Действительно гарантии собственного статуса, собственного капитала. Практики демократические и парламентские оказались на тот момент недостаточно развиты. И общество оказалось гораздо более расколто, чтобы искать какой-то компромисс между собой. И в конечном итоге, условно говоря, самая сильная, самая наглость вот этих новых группировок, национал-социалисты, войдя в союз со старой промышленной элитой, пообещав им определенную поддержку, определенные бенефиции, определенную прибыль, действительно вошла в союз и построила тоталитарную диктатуру, увергла Европу впоследствии очередной пучины войны. Но на фоне вот этой общей истории, которую они прослеживают, ключевой момент опять повторяется в том, резко усложняется общество. Оно, если раньше было относительно единым, когерентным, простым, понятно, как организовано, внезапно, под действием внешних факторов, оно резко усложняется, а государственные институты оказываются неадекватны, устоявшиеся, вот этой новой усложненности. При этом внутри этого общества, опять-таки, в силу часто случайных факторов, у тебя идет рост нетерпимости. То есть, условно говоря, ни нацисты не собирались с коммунистами договариваться, ни коммунисты с нацистами договариваться не собирались. Да и с элитами они тоже особенно договариваться не собирались. И, разумеется, фактор общих множества случайностей, например, то, что в Германии не кстати умер Густав Штреземан, это министр был иностранных дел, если кто не знает, это один из величайших на самом деле германских политиков, которым в 20-е годы сумел, по сути, Германию во многом вывести из той ловушки, которой она оказалась после поражения Первой мировой войны. Он привлек кучу американских инвестиций, по сути говоря, осуществил план Маршалла за 20 лет до плана Маршалла, но он, к сожалению, умер в 29-м году, и второго такого деятеля, центриста-консерватора в Германии не нашлось, и на этом фоне радикалы. Плюс началась депрессия. Да, плюс дополнительный внешний шок со стороны Великой депрессии. У тебя в этой ситуации общество, которое расколото, которые не видят необходимости договариваться друг с другом, погружается в хаос. Смотри, смотри, этот момент очень важен, принципиально важен, потому что он как раз для Украины имеет очень серьезный такой нарратив и урок, поскольку как раз Украина тоже идет по пути упрощения социальных структур, и государство-государство разлагается, по сути. В Германии государство не разлагалось, но оно осталось простым, и в условиях вот этого кризиса социального, который разразился в конце 20-х годов, социально-экономического, то политики взяли на вооружение как раз простые формулы, потому что они начали играть на исключение опасных социальных групп, которые подавались там в виде тех же евреев, со стороны Гитлера, либо левые подавались. Капиталисты были для левых. Да, для левых капиталисты, да. И то есть как бы такое упрощение упрощения этой картинки, оно способствовало разворачиванию вот этого вот всего ужаса, который произошел в 30-е-40-е годы. Абсолютно. И здесь важный фактор, который характерен что для итальянских городов Кусада, что для Веймарской республики, что для Чили. Вот я заметил фразу, которую они использовали во всех трех случаях. В каждой из этих историй умеренных внутри фракции ненавидели еще больше, чем оппонентов. То есть внутри каждой фракции те, кто пытались призывать компромиссу к диалогу к какому-то консенсусному решению, объявлялись предателями и подвергались астракизму еще гораздо больше, чем... Нам это очень знакомо, Павел. И нам очень это знакомо. Потому что как раз у нас именно такая ситуация. Умеренные, которые говорят о том, что нужно договариваться по поводу языка, мовы, религии, церкви и искать компромиссы в экономике, и всего, по сути, они выглядят опасными для всех лагерей. Поэтому у нас как раз создаются все условия для того, чтобы произошел качок к диктатуре либо к гражданской войне со всеми вытекающими последствиями. Хотелось бы поспорить, но, скажем так, есть определенная все-таки надежда из другого рода, более старое общество и все-таки более другие шоки. Но, тем не менее, да, важно понимать, что вот эта игра в нулевую сумму, она абсолютно проигрышна. Она проигрышна с самого начала. Ну вот последний пример они приводят. Примерно то же самое было в Чили, когда пришел к власти в результате долгой борьбы. Опять-таки, в Чили 50-е, 60-е, 70-е годы происходит постепенное усложнение общества. Из раньше относительно примитивно-аграрного оно становится более индустрианализированным, возникает сильное профсоюзное движение, плюс часть крестьянства начинают выдвигать политические требования, они объединяются под определенными социалистическими группами во голове с Альенда. Альенда приходит в класть и начинает пытаться провести достаточно радикальные реформы, но при этом суды, институты, конгрессы недостаточно развиты, недостаточно адекватно, чтобы стабилизировать ситуацию и наладить ситуацию диалога, конфликт переходит в состояние zero-sum game и в конечном итоге возникает вопрос, кто кого победит силой. И в тот момент более сильными оказываются консерваторы и сторонники Пиночета происходит военный переворот. Причем Пиночет сам в последний момент прыгивает в лодку, потому что он по сути не был организатором этого переворота, его попросили присоединиться, но он дальше уже разыграл свою игру и в результате оказался наверху пищевой цепочки. Да, но ключевая проблема была опять-таки в том, что у тебя резко усложнилось общество и парламент оказался вот в этой... Ну вот это, почему я упомянул важный факт про умеренных, потому что у тебя оказался... Просто когда группы в парламенте ненавидят друг друга и не способны договариваться на основе каких-то разумных принципов, на основе диалога, на основе компромиссов, ты оказываешься в ситуации, когда у тебя государство просто парализованно. Ты, по сути, оказываешься не в состоянии проводить никакую политику, никакой последовательный эффективный политический курс и весь политический язык, все политическое противостояние неминуемо резко радикализуется и оказывается, ну, выходит на улицу, выходит в состояние насилия. И вот это, собственно говоря, то есть, как бы, единственный способ, вот, собственно, единственный общий вывод, который можно сделать из этих трех историй и в целом из вот всего вот этого опыта книги, который на самом деле наверное полезен для, вот как это, в чем урок ее, в том то, что ключевыми целевыми задачами любого государственного деятеля, который хочет, ну, или политическая сила, которая хочет свою страну продвинуть в этот коридор, если она в нем не находится, или удержать в этом коридоре, если она не находится, это укрепление практик доверия между элитами и обществом, в треугольнике элиты общества и государства. Это, а эти практики доверия базируются на том, то, что эти группы должны в результате сложной системы переговоров, переговоров, именно переговоров, с предъявлением различных кристаллизованных интересов выработать те правила практики решения на основе уже существующих механизмов решения конфликта, решения традиций, которые будут легитимны и которые позволят вот выйти из рамок вот этой Zero Sum Game. Потому что, как только ты оказываешься в логике Zero Sum Game, ты делать вообще ничего не можешь. Но вот этого вывода есть несколько таких, я бы сказал, неочевидных следствий. Во-первых, первое неочевидное следствие вот этот консенсусный императив. Он, по сути говоря, может тебе многие реформы, которые ты хотел бы проводить, технократические, блокировать. Потому что не все технократические реформы, которые в абстракции могут считаться правильными, будут полезными. Точнее, не то, что будут полезными, будут консенсусными. И если эта реформа не опирается на легитимность снизу, не поддержана снизу, не опирается на контроль снизу, то, скорее всего, она только вызовет дополнительное подозрение к твоим действиям. Это вот очень важно. Да, я абсолютно согласен. Это вот почему проекты, условно говоря, просто взять и принести идеальные технократические институты не работают. Потому что они воспринимаются как инструмент насилия, а не как инструмент консенсуса, а не как инструмент диалога. Ну и смотри, и вот опять-таки с точки зрения Украины служу. Как раз для Украины проблема заключается в том, что если брать вот этот треугольник элиты государства общества, то договариваются с равными или договариваются с теми, кто организован настолько, что нельзя игнорировать его как субъекта, нельзя игнорировать его интересы. И вот здесь у нас получается перекус, потому что общество очень неорганизовано и не структурировано политически, не способно свои интересы тех или иных социальных групп облечь политические организации. И как следствие получается, что элита, которая, особенно это на примере Зеленского сейчас очень хорошо видно, что элита, даже оказавшись в условиях, когда Зеленский фактически представлял огромную угрозу, потому что он заручился такой поддержкой общества огромной, что Зеленский в принципе мог сокрушить старые структуры очень легко. Но Зеленский не понимая вот этого всего, что мы с тобой говорим, и не понимая вообще логику политической организации, он пошел на сговор со старыми элитами в условиях, когда он мог диктовать условия, и в условиях, когда он мог как раз диктуя условия все-таки договариваться с ними таким образом, чтобы уменьшить сопротивление и убрать с повестки дня конфликт. И как следствие оказалось, что вот этот запал общества, которого увидело в услугах народа в Зеленском, старое государство, оно по сути воспряло, оно сейчас его уже съело, вот, и поэтому конфликт остался, и мы видим, как развиваются дальше практики старые, в которых применяются вот эти вот арханические всякие приемы и приемчики по работке с архаичным сознанием и дальнейшему углублению это архаизация, потому что с одной стороны один полюс это армавир, а с другой полюс это наследие советского прошлого российской империи и бла-бла-бла-бла-бла-бла, то что там, где играют САОПЗЖ, и сотоварищи, и по сути вот этот центр, который сформировался при Зеленском и пока еще есть, он уже начинает растаскиваться опять, то есть он при всеми начинает, вот, и тогда получается или в центре появится сила как бы достаточно сильная для того, чтобы закрепить, закрепиться, сожрать слугу народа и то, что там от них останется, и тогда начнется новая переконфигурация центра, либо пойдет повышение ставок и мы окажемся в ситуации масштабного внутреннего конфликта. Я здесь хочу отметить две вещи, вот, в рамках, если мы применим эту методологию к Украине, важно заметить вот несколько особенностей все-таки. В Украине, вот, ты упомянул то, что общество не структурировано, не организовано, не может предъявить требования, я здесь немножко бы поспорил в том смысле, что общество все равно достаточно сильно, как мы видели неоднократно, чтобы при желании блокировать реформатор, то есть, оно достаточно сильно, чтобы блокировать определенную деятельность, на которую оно не до конца согласно, потому что вот эта традиция майданов, протестов, давления на власть, на самом деле это тоже это особенность и это важно понимать, потому что общество не настолько слабое, чтобы его игнорировать. Смотрите, критика, критика этой, на критику этой позиции, моя критика, она заключается в следующем, что эти порывы общества, на самом деле общество и в четвертом году, и в тринадцатом, четырнадцатом выступало как глина в руках уже организованных структур старой элиты, в четвертом году они использовали, условно говоря, часть олигархов, которая пошла за Ющенко, опираясь в том числе на поддержку штатов, которые за два года до оранжевой революции очень серьезно развили сеть НГО, и эта сетка НГО быстро склеилась в опору в условиях кризиса президентских, после президентских кубров 2004 года, и таким образом у них все получилось, потому что, опять-таки, поскольку именно старая элита, она стояла, она заняла управленческую башню, как бы, да, то, в общем-то, дальнейшее развитие ситуации происходило в рамках тех партий, которые сформировались еще при Кучме, в рамках тех элит, которые сформировались при Кравчуке и Кучме, и с защитой их интересов, что дальше, как бы, привело к бесславному уходу Ющенко и к реваншу со стороны Януковича, который, в принципе, и при Ющенко себя неплохо чувствовал, хотя думал, что там его разруют. Вот 13-14 год это была еще более интересная ситуация, потому что это был, опять-таки, внутренний конфликт между элитами, уже в рамках олигархического консенсуса, который появился и проявился при Януковиче. Вот, это уже был конфликт внутри партии регионов, где ключевые центры, там, Левочкин с Фирташем, значит, с Харшковским, с одной стороны, с другой стороны, Янукович, семья, значит, его, младореформатор, вот это вот, Саша Янукович и его друзья, Ахметов, который играл там, свою игру, вот, вот метался там между ними, или же, скажем так, занимал позицию, чтобы не, не оказаться под раздачей, вот, и плюс там все клюевые, медведчаки, там, которые, которые играли, как бы, там, с семьей Януковича, там, но при этом свои интересы старались защитить. Так вот, вот эта вот конструкция была, она оказалась в внутреннем конфликте и, по сути, с обеими противоборствующими лагерями, Ферта, Шлевочкин, с одной стороны, а с другой стороны, семья Януковича, как бы, играли русские, вот, используя их противоречия для того, чтобы усилить свои позиции. И, вот, в отличие от Майдана от четвертого года, американцы там сыграли, не играли вообще никакой роли. То есть, Обаме, Обаме было просто не до этого. Ну да, это я знаю. Вот, и я думаю, что то, что в Украине до сих пор не рассмотрели серьезно, это роль россиян в раскачке этой ситуации для того, чтобы сформировать для себя ситуацию, когда можно будет уводить Крым. Роль, российский след в организации Майдана и в создании ситуации вот этого вот управляемого хаоса, который, который, в общем-то, и позволил в конечном итоге аннексировать Крым. Так вот, и в том, и в другом случае украинское общество, оно было мясом. Потому что, да, мотивы были, значит, ненависть была к власти, что относительно Кучмы в 2004 году, Януковича, что относительно Януковича уже в 2013-2014 годах. Но организации политической не было. Как следствие, бенефициарами ситуации стали опять-таки старые элиты. Да, то, что бенефициаторами стали элиты, это я не спорю. Вот. И поэтому, когда начинают говорить о том, как у нас офигенно организовано это общество, которое поднимается, я всегда задаю вопрос, почему за последние 15 лет, или сколько там, 16 уже там, да, каждый раз, когда происходит такая ситуация, то бенефициарами ситуации являются как раз те, кто дергает за ниточки, а не те, кто вот якобы обладает такими традициями, там, демократического блокирования, там, и так далее, и так далее. Потому что это блокирование не совсем демократичное, демократическое блокирование как правило все-таки происходит через институционализированные структуры, я здесь... А потому что дальше не... Да, абсолютно это правильно я говорю, потому что дальше не происходит институционализация этой практики блокирования, как бы, да, то, что народ типа восстает, но дальше не появляется политическая сила, которая структурирует эту всю деятельность и не оформляется в новые институты, как следствие, революция не происходит, Потому что она происходит в старых институциональных рамках и под руководством старых элит. А новые, которые появляются, они быстро инкорпорируются в то, что в Зеленске произошло, когда у нас эта так называемая зеленая электоральная революция, она была поглощена опять-таки глубинным государством и, ну, в общем-то, все. Вот то, что ты, кстати, описал сейчас, это очень напоминает то, что они описывают на премьере Колумбии. Там были протесты профсоюзов в 2013 году, доходило до захватов этими профсоюзами администрации штатов, но в конечном итоге власть просто спокойно купила эти все новые профсоюзные движения, предоставив им субсидии. То есть кому-то до субсидий для предприятий по производству кофе, профсоюза работников в индустрии сахара и так далее. То есть логика в том, что, ну, то есть вот это опять, это особенность бумажного левиафана. То есть общество, которое потенциально обладает возможностью к организации и к высказыванию голоса, но вот эту энергию, но вот эту энергию, ее достаточно легко технологиями рассеивать, блокировать и использовать на свое благо. Опять-таки это проблема вот этого состояния, в котором мы находимся. Но, наверное, я тут вот то, что ты отметил Фразеленского, я, наверное, отмечу то, что это вот тот пример, когда была возможность, которую на данный момент, можно сказать, упустили. То есть теоретически можно представить, в истории были подобные примеры, когда на фоне вот этой внезапного роста центристской консолидации приходит политик с реальным планом реформ и осуществляет консолидированную повестку на основе мышления, на основе базового, собственно, на основе базового какого-то представления о реальности. И это шанс. И вот здесь надо понимать то, что таких шансов вообще в истории бывает не так много. То, что вот ты как-то описываешь, то, что вот этот центристский потенциал, центристский шанс, он, откровенно говоря, утекает сквозь пальцев, это очень опасный сигнал, потому что, опять-таки, вот начинается восприниматься, как игра с нулевой суммой. И то, что мы видим последний год, наблюдаем просто по нарастающей с каждым месяцем. Идет вейморизация Украины. Да, хорошая стих. И поэтому будущее начинает, вот как Датюк буквально сказал в одной из лекций, которую мы делали в Украинском революционном круге, он говорил, будущее в недемократических представлениях. Будущее Украины в недемократических представлениях. Так вот, будущее становится действительно рисоваться в недемократических представлениях. И, ну, это запрос, который сейчас очень быстро формируется, это уже четко чувствуется. Но вот если говорить про запросы, то, опять-таки, не второе, а еще один такой момент из этой истории, из всей вот этой истории книги, которую они отмечают, то, что вот этот, что даже более базовый концепт, который находится под концептом доверия. То есть я упомянул то, что вот это отсутствие игры с нулевой суммой, необходимость определенного доверия между государствами, институтами, элитой и обществом, и, как следствие, то, что общество доверяет государству и новые полномочия, в обмен государства доказывает, что оно способны эти полномочия использовать на благо и так далее. Все это, на самом деле, упирается в еще более фундаментальную проблему, которую они буквально затрагивают только ближе к концу книги и весьма поверхностно. Она упирается вот именно в философские вопросы справедливости. То есть это все работает в тот момент, когда вся структура общественного устройства, вот сама рамка, сама конструкция, сам принципы воспринимаются всеми экранками как более-менее справедливая система. То есть она может быть не идеальна, она может быть левой, она может быть правой, она может быть сложной, она может быть социал-демократической, она может быть праволиберальной, она может быть не анархической. Но суть в том, что в какой-то момент у тебя складывается определенный консенсус, и вся система, ее правила игры начинают восприниматься как справедливые правила игры. И вот здесь возникает гораздо повод для отдельной дискуссии, для отдельной темы. Какое представление о справедливости, какое представление может лечь в основу доверия и консенсуса в украинском контексте? Я бы так это смотрел. Я бы так поставил этот вопрос, потому что, мне кажется, это тоже очевидная особенность нашей современности, то, что вот это доверие... Я не хочу, чтобы слушатели подумали, что Украина на самом деле здесь в каком-то не тренде, хотя, наверное, здесь лучше бы было. Если мы посмотрим, то кризис доверия между элитами и обществом — это, в принципе, отличительный кризис всех последних десяти лет, начиная от Великобритании, заканчивая Штатами, в Европейской Союзе так называемая популистская волна. Собственно, причина, почему Джимаглу Робинсон писали вот эту книгу, они на самом деле пытались дать свой ответ на вот этот вопрос, на причины Брекзита, причины трампизма, причины подъема популизма, и, как мы увидим, начали копать они очень глубоко. И вот они тоже приходят к выводу, что под действием различных факторов, таких как глобализация, автоматизация, раздувание финансового сегмента, огромного финансового сегмента, системы, когда winner takes a toll. По сути, то, что вот эти равные возможности внутри капиталистической системы, которые в 70-е предполагалось, что они справедливо распределяются по всему обществу, мы опять видим то, что они начинают концентрироваться в гораздо более узкой группе сверхбогатого, сверхбогатого и то, что называется upper middle class, а условно 80% остаются за бортом всего вот этого праздника, праздника роста и развития. В итоге у нас получается то, что формально цифровой экономический рост в западных обществах происходит, а население от него, огромные массы населения выгод не получают. В итоге у тебя возникает соблазн для всех политических партий начинать играть в эту zero-sum game. То есть, как мы видим, те же республиканцы и демократы в Соединенных Штатах абсолютно перешли. Если раньше они всегда... Им было, в принципе, даже... Ну, это, разумеется, было важно, но, в принципе, вне зависимости от того, кто приходил к власти, конгрессы оставались жизнеспособными и равные, как сенаты. Стороны могли договариваться по вопросам конкретных политик, искать компромиссы и так далее. Сейчас мы видим то, что практически полностью парализовано. Это чисто идет по таким племенному принципу. То есть, мы голосуем только за своих, то, что никогда не было. Так что то, что мы наблюдаем сейчас, вот эту виморизацию в Украине, она в какой-то степени происходит и... Она отражение и более общих трендов. Но, наверное, в завершении этого диалога, я бы сказал, это не говорит о том, то, что какой-нибудь простой выход вроде вот этой такой, знаешь, авторитарной диктатуры является, возможно, ответом на эти проблемы. То, что сложная, продуманная, центристская политика и политика, основанная на глубоком понимании ситуации и поиске компромиссов и выстраивании компромиссов на основе данной реальности, на основе данной общности, это просто создает большую ответственность к тем политикам и к тем интеллектуалам, которые этих политиков обслуживают. Потому что, условно говоря, то, что Зеленский провалился в рамках вот этого центристского президента, не означает того, что не нужен центристский президент. Я бы это примерно так сказал. Да, это очень хорошая заключительная формулировка. Поэтому, на самом деле, Зеленский решил задачу ослабления старой элиты, очень существенное ослабление, потому что сейчас Пинчук распродает активы, там Бахматюка преследуют, у Коломойского свои проблемы, у них у всех на самом деле свои проблемы, потому что их экономическая база трещит по швам. И поэтому, на самом деле, в этой логике Зеленский, он был такой торпедой, которая действительно фундаментально подорвала вот эти базовые основы этого глубинного государства. Но оно устоялось, но теперь на это накладывается, оно ослаблено, на него накладываются рамки коронакризиса и глобального экономического кризиса, который, ну, опять-таки, постоянно сужает экономическую базу и тем самым создает все новые и новые риски, которые ставят под вопрос вообще выжимаемость такой социальной системы, которая отталкивается от такой экономической базы. Поэтому это уже будет, по всей видимости, задача следующего политического цикла, который, по всей видимости, придет скорее раньше, чем позже, учитывая ход коронакризиса и экономического кризиса глобального. И поскольку мы уже это обозначаем, не только мы понимаем эту логику, то я думаю, что в ближайшие месяцы это будет все артикулировано, концептуализировано, выражено в соответствующих политических лозунгах и пойдет осмысленная новая политическая кристаллизация новых политических сил, которые будут выстреливать уже в качестве могильщиков Второй Украинской Республики, если мы говорим об Украине, и формирование третьей, или каких-то нового политического режима. То есть важно понимать, что та сила, которая придет в каком-то смысле после Сленского, она понимала именно... Это применимо к любой стране, но я условно сейчас на примере Украины бы сказал это так. Важно, чтобы эта новая политическая сила обладала достаточной честностью и смелостью посмотреть на Украину в том виде, в каком она есть реально, а не в том, как бы она хотелось бы быть в их воображении. Это относится как к сторонникам потенциально советского проекта, так и к сторонникам более правого проекта. Смотреть в том виде, в котором она есть, как на очень сложную систему с очень сложной системой самоорганизации. И чтобы, обладая смелостью посмотреть, как она одна есть, она также обладала достаточным политическим мышлением, чтобы это осмыслить, и достаточной политической волей, чтобы на основе этой сложности создать продуктивный компромисс и войти в коридор развития. Потому что, разумеется, потенциал-то есть. — Да. Отличная концовка. Я молодец. Я думаю, на этом мы можем закончить. Мы договоримся о следующей теме, но в любом случае спасибо, потому что я считаю, что этот разговор крайне полезен для осмысления украинской реальности. Более того, я думаю, что даже назовем его так. Почему Зеленский проиграл бумажному Левиафану? Вот, что нам, чему нас учат Робинсон и Джим Магбо. Вот что-то в таком ключе. Хорошо. На этом заканчиваем. Спасибо тебе большое. До новых встреч. Пока.